В эфире военная приёмка программы о самом современном российском оружии и о людях, которые его создают. И вот теперь пришло время рассказать, как это оружие используется в реальных боевых условиях. Это Сирия. Именно здесь специальная бригада военной приёмки работает на протяжении полутора месяцев для того, чтобы показать то, что вам никогда не показывали новости. И этот выпуск мы начинаем в Алеппо. А сейчас на ваших глазах сотрудники военной полиции достают из-под обломков главное оружие террористов в этой войне – 122-миллиметровый самодельный миномёт. И для того, чтобы вы представили, во что превратили боевики этот прекрасный город, я предлагаю посмотреть на него сверху. Это Алеппо. Крупнейший город Сирии. Даже несмотря на войну, здесь живут почти 2 миллиона человек. Я один из древнейших на Земле. Ему 8 тысяч лет. Знаменитые египетские пирамиды вдвое моложе. Но сейчас этот древний город в руинах. В этих кварталах больше не живут люди. Здесь нет ни воды, ни электричества, только разруха. Впервые террористы вошли в Алеппо в 2014 году. Они захватили здесь целые районы. Местных жителей использовали как заложников. И вот теперь террористов выгнали, но возвратиться сюда жители города не смогут ещё долго. Остатки любого из этих зданий могут обрушиться в любой момент. Самое страшное, что среди всех этих развалин могут быть мины, взрывчатка. Всё это может рвануть. Именно поэтому здесь работают наши военные. И после того, как ушли сапёры, осталась военная полиция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это военная приёмка. Мы работаем в древнем сирийском городе Алеппо, только что у сотрудников военной полиции. Появилась информация, что здесь, где-то в этом районе, обнаружен цех по производству, понятно, подпольному производству боеприпасов. Что мы сейчас делаем? Так, мы досматриваем здание. Возможно, здесь цех по производству боеприпасов. Вот, поэтому будем... Насколько вы уверены, что мы приехали правильно по адресу? Мы не уверены, поэтому будут досматриваться несколько зданий в ближайшем районе. Здесь эти ветки еловые. Так, поднимаемся наверх на второй этаж. Наверное, так же выглядел в 43-м году Сталинград. Ни одного целого здания, ни одного целого окна, сотни тысяч воронок от мин и снарядов. И буквально на каждом шагу оружие, которое оставили после себя боевики. Вот то, что происходит сейчас, как это называется на военном языке? Это зачистка помещения? Нет, нет, это не зачистка, это досмотр. Была бы зачистка, по нам бы стреляли, мы бы продвигались боем. То есть, судя по тому, что сейчас никаких действий, никаких выстрелов нету. Во, ничего себе. Распятие. То есть, судя по всему, это церковь, да, все-таки? Или католический храм, скорее всего. Да, или католический храм. Здесь, наверное, был алтарь. Идем дальше. Наш провожатый Асланбек Берсанов. Это уже вторая его командировка в Сирию. Наверное, поэтому Асланбек так спокоен. Тех же, кто попадает сюда впервые, подобные виды просто не могут оставить равнодушными. Вот сюда, судя по всему, у нас упал какой-то снаряд. Пол прямо насквозь пробит. А, причем смотри, как он ворвался-то. То есть, он не сверху пролетел, он откуда-то сбоку. Сбоку вошел сюда. Этот район был густо населен Жабхат-Аднустрой. Они около трех лет здесь жили. И поэтому такие разрушения. Потому что иначе... Игрицы, то есть, судя по всему, кто-то здесь... Здесь держали позиции, да. Иначе их отсюда было не выкувить. Это точно. Как и во всех ближайших зданиях, полгода назад в этой церкви была передовая позиция террористов. Повсюду валяются гильзы, осколки снарядов. Чем выше поднимаешься, тем сложнее пробираться через завалы. Про такие места, говорят, сам черт ногу сломит. Но в голове свербит один единственный вопрос. А заходили ли саперы в этот конкретный дом, на этот конкретный этаж? Аслан, ты уверен, что мы правильно идем, что здесь... Нет, я не уверен. Будет этот цех, может, ну его. Нет, нам надо пройти до конца, отработать информацию. Черепица нам не рухнет на крышу это. Ух ты! Не демаскируем мы себя вот этими фонарями? Может, лучше их не включать? Ну, если бы поблизости были большие снайпера, конечно, нам бы не поздоровилось. Мина? Мина 82-миллиметровая. Итак, первый дом мы осмотрели. Надо переходить в другой, но прежде чем идти дальше, стоит рассказать, как мы добирались сюда, в освобожденный от боевиков Алеппо. Поверьте, впечатление от дороги не меньше, чем от рейдов по этим развалинам. Как и у всех наших военных, наш путь в Алеппо начинается на авиабазе к Мимим. Несколько раз в неделю отсюда на север выходит колонна с топливом, с припасами, с пополнением. В этот раз еще и с журналистами военной приемки. Вот сейчас колонна из Кмимима отправляется в Алеппо для перемещения нашей съемочной группы. Выделили вот такой автомобиль. Тайфун. Мы начинаем погрузку. Давай передаем камеры. Говорят, это будет около 7 часов, причем 7 часов минимум дороги вот в такой бронекапсуле. Забегая вперед, скажу, дорога заняла больше 10 часов. Хотя в мирное время можно было бы и за час уложиться. Но все прямые пути контролируют боевики. И поэтому мы движемся в объезд. Еще одна особенность сирийской операции в том, что сейчас практически все перемещения личного состава – это перемещения вот в таких броневиках. В нашей колонне три тайфуна Ка. В одном из них мы находимся. Один «Тигр», два БТРа, одна бронекапсула. Есть еще бензовозы, но и спереди, и сзади эти бензовозы защищены бронетранспортерами. Судя по тому, что люк открыт, мы только-только выехали с базы, находимся в безопасной зоне. Мне повезло. Нашлось место в передней кабине броневика «Тайфун Ка». И поэтому я могу свободно смотреть по сторонам через бронестекло. А вот большая часть нашей команды попала в десантный отсек. Обычно здесь сидит военная полиция. Уже который час мы едем в этих креслах, которые напоминают автомобильные, бронежилетах, в шлемах, чувствуем себя вполне комфортно. Да, ребят? Работает кондиционер, и даже можно открыть один из шести люков. Но делать это небезопасно и категорически запрещено. Ну, конечно, у Алексея обзор лучше, чем наш. У нас всего лишь четыре маленьких окна, но конструкторы предусмотрели два вот таких монитора, на которые выводятся показания от семи камер, которые расположены по периметру бронемашины. И мы можем в режиме реального времени наблюдать все, что происходит вокруг нас во время поездки. Чем дальше вглубь страны, тем больше признаков войны за окном. Этот сирийский танк явно пострадал в боях. Тем не менее, его везут не в ремонтные мастерские, а к сирийскому городу Хомс. Когда мы снимали эти кадры, там все еще держались боевики. И хотя серьезные бои в Хомсе к этому моменту закончились, расслабляться не стоит. Ну вот наша колонна вошла в первый крупный город. Это город Хомс после благополучной латайки. И здесь, конечно, вид города удручающий, очень много разрушенных домов, видны следы боев. Но тут нужно помнить одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что в Сирии действует такой закон. Если ты свой дом построил до конца, то ты за него платишь налоги. Но если ты возвел стены, накрыл крыши, но крышу построил не до конца, ты можешь жить в этом доме, и тогда налогов не платишь. Вот такие недостроенные дома, они, конечно, добавляют ощущения. Бои за Хомс начались в 2011 году и стали одними из самых кровопролитных на этой войне. Сейчас разрушенными здесь стоят целые районы. Несмотря на это, люди возвращаются. Вот кто-то как раз всю обстановку перевозит, пусть и в разрушенный, но в свой дом. Через час после Хомса начинается дорога жизни. Она же дорога смерти. Так говорят, потому что по обе стороны от нее позиции боевиков. Но другого пути нет, и приходится ехать на скорости и без остановок. Иначе произойдет то же самое, что с этим автобусом. Или с этим. Эти кадры были сняты из кабины другой машины. Туда попал осколок, и в лобовом стекле появилась трещина. Тем временем мы проезжаем еще один подбитый автобус. Вот еще. В этом районе дорога словно усеяна с битыми машинами. На участке длиной всего 200 метров лежат легковой автомобиль, бензовоз, второй бензовоз, снова легковушка и снова бензовоз. А помните, еще недавно мы проезжали тягач, который вез сирийский танк. Так вот, пока мы останавливались на обед в безопасном месте, тягач обогнал нас, и вот теперь лежит на обочине. И хотя наш водитель уверяет, что это совсем другой танк, верится с трудом. Ведь кое-где позиции боевиков мы наблюдаем буквально из окна. Благо, окно бронированное. Успокаивает еще и то обстоятельство, что в этой кампании военные взяли за правило брать в колонну авианаводчиков. Так что если по нашей колонне откроют огонь террористы, к ним тут же, по указанному наводчиками адресу, явится авиация. От Хмимима лететь сюда минут 10-15 успеют. И вот еще одна важная деталь. Все машины в нашей колонне – полноприводные внедорожники. Поэтому как только на дороге смерти собирается пробка, броневики тут же сходят с трассы и едут по обочине. Останавливаться нельзя. И это поднимают тут все. Вот навстречу на хорошей скорости несется колонна бензовозов. Водитель объясняет – мы въехали в нефтяносную часть Сирии. Мы насчитали около 50 таких огромных машин, огромных фур. И судя по тому, что мы видим там дальше, конца края этой колонни не видно. И это, конечно, производит впечатление. Как и наша военная, эта нефтяная колонна идет под охраной. Нас охраняют БТРы с пушками, сирийских нефтяников, пикапы с пулеметами. Они же – тачанки. Ну вот, как мы и говорили, в конце колонны идет прикрытие даже несколько таких самодельных тачанок. И надо сказать, что эта нефтяная колонна соблюдает меры безопасности точно так же, как и мы. Этот опасный участок проходит на максимально возможной скорости. То есть вот мы идем сейчас около 70 километров в час, но они точно так же гонят навстречу. Пока мы работали в Сирии, такие опасные автопробеги наша армия проводила по нескольку раз в неделю. Но надежная броня, плюс скорость, плюс правильная тактика передвижения. И несмотря на высокий риск на дороге смерти, у нас никаких потерь нет. Итак, опасный участок дороги позади, и картина за бронестеклом становится более мирной, пасторальной. Это уже пригороды Алеппо. То самое междуречье из первых уроков истории. Когда-то именно тут зарождалась цивилизация. 8 тысяч лет эта земля жила по своим законам, пока эти устои не стали рушить террористы всех мастей. Казалось, еще чуть-чуть, и они возьмут Алеппо. Или Халеб, как говорят сирийцы. Безусловно, в самом Алеппо одной из главных целей террористов стала вот эта древняя крепость. Она была построена еще в 10 веке, при этом сам город появился на свет еще до нашей эры. Это была одна из важнейших точек на Великом Шелковом пути. Но была еще одна причина, почему сюда так стремились террористы, чтобы понять ее. Давайте посмотрим на эту древнюю крепость сверху. Это не просто крепость. Настоящий город, окруженный неприступными стенами и крутыми склонами. Кремль на горе. В свое время именно здесь проходили крестовые походы. Крепость и тогда считалась важным опорным пунктом. Сейчас это стратегическая точка. Тот, кто контролирует крепость, держит под контролем весь центр города. Террористы не раз пытались отбить цитадель у сирийской армии и обстреливали ее из минометов. Наглядное доказательство – хвостовик мины, попавший на памятник древней архитектуры. Сейчас мина обезврежена нашими саперами, ведь вся эта красота внизу в древних помещениях могла погибнуть под завалом. Ну вот одна из тех точек, где отстреливались бойцы сирийской армии. От них остались вот эти стулья, ящик, запасы воды, лампочка. Понятно, что война шла не только днем, но и ночью. Одеяло. Но что больше всего поражает в этой древней крепости удивительное сочетание времен. Понятно, что когда тысячу лет назад возводили эти бойницы, подразумевалось, что здесь будут отстреливаться лучники, ну или арбалетчики. Но, как мы видим, и автоматчики чувствовали себя здесь очень даже неплохо. Вот это ведро явно использовалось для того, чтобы подносить патроны. И вот теперь обращаю ваше внимание на эту помойку. Я, конечно, небольшой специалист по археологии, но понятно, что ее возраст измеряется, если не тысячелетиями, то столетиями уж точно. То, что вот мы видим и чугунные, и железные, и даже каменные ядра. Или вот эти древние кувшины. Все это, конечно, заставляют вспомнить о времени. Сначала эту древнюю крепость боевики пытались взять снаружи. Но не получилось. И вот тогда они стали готовить штурм изнутри. Для этого начали копать тоннели. Это еще один способ ведения террористической войны. Причем не только здесь, в цитадели, а вообще по всему городу. Вот видеосюжет, который снимали боевики в Алеппо. Видно, что они прорыли туннель, заложили в него взрывчатку, протянули провода, записали интервью прямо у мешков с тротилом и подорвали. Поэтому, когда наша военная полиция стала размещаться в Алеппо, возник вопрос, как защититься от подобных подземных атак. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok